Игорь Артёменко Игорь, расскажи, пожалуйста, как ты вообще стал художником, как ты пришёл в эту профессию, что тебя надоумило? Ну, наверное, как у всех. Я сразу извинюсь, я немножко заболел, поэтому голос у меня поникший. Как я стал таким? Ну, как-то так получилось, что в детстве, в принципе, нравилось рисовать. Рисовал для себя, рисовал в таком кружке, в пришколе был. И ближе к окончанию школы надо было определяться, куда пойти, и кем стать. Ну, естественно, как и все, я так и не определился. Я пытался поступить на архитектуру и, в принципе, хорошо сдал экзамены. Ну, по разным, так сказать, причинам у меня не сошлось, и я стал инженером. И, собственно, рисовать я уже к тому времени перестал практически, но к последним курсам вдруг, собственно, как-то это. Появился у меня активный интернет, я увидал, как рисуют другие, вспомнил, что тоже когда-то рисовал и решил, что, в принципе, ещё не поздно восполнить. И уже где-то вот с 2010 года я, в принципе, учусь рисовать. И так получилось, что вот спустя два года, как я так начал уже рисовать CG, ну, учиться, то у меня появились первые заработки. И, когда я уже получил диплом, я его так успешно сложил в стол куда-то. И, в принципе, сейчас до сих пор работаю иллюстратором, и мне пока всё плюс-минус устраивает. Ну, и так, вкратце, если совсем. Хорошо. Окейшки, а теперь тоже второй классический вопрос. Расскажи, пожалуйста, немножко поподробнее, по каким материалам, туториалам или книгам ты обучался рисовать? Работаю иллюстратором. Ой, секунду. Это у меня стрим. По каким... По каким материалам? Да, да, я вот пытаюсь вспомнить, какие материалы. Да, сложно сказать, какие материалы. Обычно я просто пытался рисовать как могу. Но часть базы мне, в принципе, дала подготовительные курсы, когда я под рассказывал, когда я поступал в архитектуру. Я три месяца ходил на подготовительный курс, который нужно было обязательно туда отходить, где нас, собственно, научили рисовать кубы, рисовать, там, не знаю, какие-то гипсовые цветы, как они называются, Аполлона. И, в принципе, вот эти три месяца, это были самые-самые-самые полезные три месяца в моей жизни в плане рисования. Мне, в принципе, тогда вбили в голову, что основа любой композиции это геометрические примитивные фигуры. И, собственно, если ты понимаешь, как их рисовать, то уже начать рисунок ты сможешь. А потом уже, когда я, говорю, активно стал продвигать свой CG, я смотрел на чужие работы, смотрел видео, стримы, видео уроки, например, Фингзу, Скул, либо чьи-то другие рисования, там, я не знаю, все, что попадалось в интернете. И просто пытался, ну, сделать так же, сделать в похожем уровне. Сейчас уже так сложно сказать, что было для меня самым главным. Но, в принципе, в интернете так много информации, что если ты просто пытаешься все это хотя бы частично себе пропускать, не просто, там, не знаю, заставлять себе, там, не знаю, шкаф там, книгами, либо на пинтересте тупо добавлять себе, как в мусорку, куча туториев, но не читать их. Если ты хоть часть будешь через себя пропускать, то, в принципе, этого будет достаточно. Выделить что-то конкретное, ну, вот, не могу. Но, в принципе, если у вас есть возможность пойти на какие-то курсы, где-то поучиться, ну, не знаю, вот, так скажем, полезно, академическому рисунку, то я считаю, что нужно обязательно идти, мне это помогло. Вот. Супер. Хорошо, отлично. Мне очень понравилось, что хотя бы часть, хотя бы смотрите, часть того, что вы сохраняете в закладочке, вообще пролистываете в интернете. Раньше была проблема, что информации нет, сейчас проблема, потому что ее слишком много. Я вдруг только сейчас заметил, что у меня, кажется, камера включена, я на нее выключу, а то она немножко рисунок закрывает. Да не, не, да ничего, оставляй камеру, наоборот, любой стрим лучше, просто любой стрим графика. Он заметил, он заметил, ладно, он заметил включенную камеру. Да, дом это я не убирался. Да ладно, уже все увидели твой дом, поэтому все уже. Ну ладно, пусть будет. Хорошо. Я думаю, что тогда задам третий вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел, то есть стал уже зарабатывать деньги в CG. Расскажи немножко о первой работе, вот, в серии, за которую ты получил деньги за арт. И, если можно, подробнее о том, что сейчас происходит у тебя. Как ты дошел, да, я думаю, ты, Файл Моран, готов к вопросам про баннер сагов, естественно. Ну, конечно, да. Так что, давай рассказывай с первой работой и твой творческий путь карьерный. Первая работа была... Давайте я, наверное, так чуть-чуть так немножко начну уже рисовать, чтобы просто не на меня смотреть, а я буду рисовать и говорить, да, я смогу. Вот. Собственно, первая моя работа была... Все началось с сайта Render.ru, как ни странно. Я на нем сейчас уже ничего не выкладываю, но, надеюсь, с ним все... Надеюсь, он существует. И мне там, в принципе, написали в личку, так и так, привет, чувак, не хочешь ли поработать. Это был, как ни странно, hiding object проект. Это была какая-то небольшая, по-моему, студия, по-моему, с Украины. И мне надо было просто рисовать, используя частично фотографии, частично какие-то текстуры. Нужно было рисовать локации. Мне платили, по-моему, что-то там, типа 30 долларов за локацию, которую я делал где-то, ну, наверное, каждую, наверное, дней 5. То есть за месяц выходило долларов 200. Но сам факт того, что ты рисуешь, и сам факт того, что ты этим зарабатываешь, это крайне вдохновляло. И просто сам факт того, что вау, что-то получается, это было крутое чувство. Но мне еще повезло, что это были, как раз-таки, последние курсы, собственно, института. Я уже к этому времени немного и по профессии поработал, и, в принципе, уже писал диплом. И у меня было свободное время, и у меня не было такого момента, как у многих, что им нужно там обязательно, ну, как-то уже зарабатывать себе на жизнь. А зарабатывать на жизнь художеством не получается, и тогда они занимаются чем-то другим, хотя мечтают рисовать. Вот. У меня, в принципе, все складывалось как-то. Вот сейчас понимаю, что мне повезло. Буквально этим hidden object я занимался, наверное, месяца два-три. И тут же мне уже предложили, так же мне самому написали, уже более такой стабильный проект, более крупный. Это была карточная игра, довольно крутая, довольно красивая. И ее я делал почти полтора года. Ну, не только ее, там были еще какие-то проекты небольшие. Но потом вышел Hearthstone, вышло еще все остальное, и как-то это все не сложилось. И, собственно, я в один прекрасный момент оказался без работы. И это было прекрасное чувство. Как ни удивительно, я вдруг понял, что я могу заниматься чем-то, чем давно мечтал, но боялся попробовать. И тогда я, собственно, и написал в студию Stoic, которая, собственно, тогда выпустила как раз-таки к этому времени The Banner Saga. The Banner Saga первая часть. Тут небольшая, наверное, приквел, что в Stoic я написал еще давно, еще сразу после выхода первой части. Я поиграл, предзаказал, купил, скачал, поиграл. Мне дико понравилось. Я до сих пор считаю, что это, наверное, одна из лучших и моих любимых инди-игр. Ну, может быть, наряду с Транзистором и, может, с Лимбо. Вот в моем маленьком топе. И дико мне понравилось. Я сделал фан-арт, такой простенький, довольно-таки, я, по-моему, вдохновялся каким-то там другим рисунком и кадром с какого-то там фильма. И я взял скриншот из игры и, собственно, вот с композиции взял. Ну, в общем, был небольшой фан-арт. Я им отправил, показал, и мне потом ответил, собственно, издатель игры, сказал, что прикольно, скинь, пожалуйста, Харес. Мы себе, может быть, распечатаем в офисе, повесим. Я так скинул, ну, и, наверное, в принципе, все закончилось. И вот спустя полгода, наверное, когда я уже понимал, что мне нужно искать работу, я решил снова им написать. Я ссылал резюме еще в нескольких студий. Просто ссылал резюме. А в Стоик решил, собственно, подойти, ну, более серьезно, более как-то глобально, более правильно. Знаете, как там, не знаю, Артемий Лебедев говорит, что он не принимает резюме, которое вот обычное. Он принимает резюме, которое пишется специально для них. Ну, вот я решил написать что-то специально для них. Я сделал еще одну, ну, иллюстрацию уже такую более серьезную, более глобальную. И как раз-таки она была уже посвящена давно анонсированной второй части игры. И мне ответили почти сразу. Мне ответил Эрни Йоргишен, ну, арт-директор компании. Он сказал, что так и так, чувак, работы пока нет для тебя. Ну, я там уже упомянул, что я свободен. Но, в принципе, если есть желание, то ты можешь попробовать, не знаю, когда-нибудь потом нам написать. Ну, он спросил, можешь ли ты сделать что-то в нашем стиле. И я ответил, да. Хотя я был крайне не уверен, что я смогу. Ну, естественно, я сделал, что смогу. И мне написал потом еще, вернее, даже, может, чуть раньше написал снова издатель, Стив, из Versus Evil. И он сказал, что у меня есть небольшая для тебя работа. Там как раз-таки они выпускали какую-то другую игру, ну, другой студии, какой-то голландской, там маленькая тоже инди-игра. Я что-то для них рисовал. Потом уже и закончил для них рисовать. И уже и без работы был. Я поехал домой к родителям. И тут буквально на мой день рождения приходит письмо от Эрни, который говорит, привет, чувак. У нас открывается вакансия. И скидывает ссылочку. Там, собственно... Ну, не ссылочку. По-моему, письмо мне писал. Да, потом уже была ссылка. Если вкратце, студия Стоик искала себе человека, но искала его, так сказать, по-американски. Они организовали конкурс, в котором нужно было нарисовать композицию, локацию, по сути, из игры. Ну, в стиле игры, которая могла быть, ну, уже вставлена в игру. И кто лучше нарисует, то, собственно, работу и получит. Ну, очень просто. Мне дали небольшой карбланш, как самому такому наглому. Ну, не только мне. Это, по-моему, там человек пятерым такой карбланш дали. Мы начали там за несколько дней раньше. Потом уже официально это все выложили в интернете. И им пришло куча других заявок. Если не ошибаюсь, за общее количество претендентов на место в студии было 142, кажется. Ну, и, собственно, мне повезло чуть больше. Взяли меня. Ну, и, собственно, до сих пор я там, вот, в студии Stoic работаю. Я нарисовал большую часть локаций environment для The Banner Saga 2. В принципе, отзывы игры говорят о том, что игра стала выглядеть, ну, как минимум, не хуже. Так что, видимо, я сделал свою работу неплохо. Но я надеюсь, по-моему, на это. Ну, и сейчас я дальше работаю в студии Stoic. Ну, и понятно, какую игру мы скоро должны делать. Это The Banner Saga 3. Я не знаю, не усыпил, надеюсь, наших зрителей? Нет, ни в коем случае. Это интересно как раз. Тем более, что... Я как раз по второй Banner Saga решила перепройти первый, и пока еще не успела это сделать. Поэтому второй я, к сожалению, еще не поиграла. Пожалуюсь. Ну, я надеюсь, вы это исправите. Я надеюсь, вы ее купите. Нет, купил. Такое просто не поразило. Надеюсь, вы все-таки купите ее. Надо сейчас этот... А ты купил The Banner Saga 2? Да. У меня она в Steam куплена, так что все хорошо. Ну, ладно. Ну, ладно. Ты знаешь, у меня куплено очень много игр в Steam, в которые я не играл. Я, на самом деле, в Banner Saga играл, но... Это участь многих. Ну, да. Да, участь многих. Участь распродаж, я бы сказал. Вот для чего. Ну, не только распродаж вообще. У меня есть и купленные игры, не знаю, на PlayStation, которые куплены без распродаж, но все равно никак руки не доходят. Это вот какая-то проблема. В детстве был слабый компьютер, и дикое желание играть. Сейчас мощный компьютер, куча игр, и ты не можешь в них играть. Потому что некогда. Дурацкая несправедливость. Господи, я тебя понимаю. Да, все понимают. Все, думаю, да, все понимают. А у кого-то еще и компьютер теперь не крут. Не можешь играть. Да. Так, давайте не будем о грустном. Не будем о грустном. Ну, на самом деле, ни для кого не сюрприз уже, что ты будешь финализировать свою картинку. Расскажи о ней пару слов. Во-первых, как ты начинал на ней работать. Если можно, разложи по слоям, как ты дает. Ну, совсем, я понимаю, что здесь и так все понятно. Ну, для тех, кто смотрит, для тех, кто совсем учится рисовать, собственно, покажи, как ты с ней работал, и как ты будешь ее финализировать, с чем будешь работать в первую очередь, что отложишь на потом и так далее. Ага, да, конечно. Это просто композиция. Она должна была стать вроде как таким промо. Ну, не стала, просто она выкинута. И я решил ее вот сейчас к стриму закончить. Она мне, в принципе, нравится. Итак, изначально я сделал такой небольшой... Так, я сейчас все повыключаю. Все, все началось. Небольшой скетч. Он был довольно грязный, страшненький. Собственно, как я обычно начинаю рисовать. Вот он, такой. Я рисую обычно либо... Нет, подробно набуду. Либо обычной круглой кистью стандарта, либо вот такой вот прямоугольной кисточкой. Черным я накидываю общую композицию. И иногда два варианта. Либо я ее делаю таким побледнее, и потом сверху рисую более... Более аккуратный, более красивый лайн-арт. Либо обхожусь без лайн-арта и просто начинаю рисовать поверх. Ну, в данном случае был лайн-арт. Я вот здесь покажу. Вот он. И после чего я начал, так сказать, по правилам, по правилам, как я, собственно, рисовал локации для The Banner Saga. Я начал по слоям рисовать с фона. Хотя не всегда так делаю. Ну, небо, зима, так сказать... Вот я... Общий задник, водичечку и кораблик. Я сразу скажу, что я не всегда вот так вот делаю во много слоев. Но в данном случае я хотел сделать такой образцово-немножко показательный рисунок. Более аккуратный, более правильный. Рисовать по слоям сложнее, потому что нужно переключаться между слоев. Нужно следить, чтобы ты не залез там на другой слой. Но при этом дает тебе больше возможностей для дальнейшей кастомизации рисунка. Ты можешь передвигать какие-то элементы. Ты можешь изменять там, допустим, цвет, цвет каждого элемента, но не трогая другой. Ну и, в принципе, опять-таки, если говорить про конечный результат, если ты это ложишь в игру, то он обязательно должен быть на разных слоях, чтобы это все выдвигалось. Ну, в данном случае это двигаться не будет, это просто рисунок, но вот так же на разных слоях. Хотя, возможно, потом ближе к концу я просто плюну и уже буду поверх как рисовать на этом слое. Но на данном этапе вот так. Вот, сейчас я буду примерно накидаю общие детали и потом буду, собственно, уже это все дорисовывать. Вот уже так накладывать именно такой текстурный вид, делать небольшой рендер, делать все это, поправлять цвета. Я постараюсь сделать рисунок достаточно ярким, красочным. Многие люди считают, я надеюсь, в этом есть немножко правды, что у меня получается довольно красочные иногда рисунки. Поэтому я постараюсь сделать данный environment тоже достаточно ярким, многоцветным. Ну и в процессе вот я буду рисовать. Мне немножко, как и всем, будет тяжело говорить одновременно и одновременно рисовать, но я постараюсь, постараюсь, собственно, вот за эти там два часа, сколько или сколько будет идти стрим, постараюсь до какого-то плюс-минус итогового результата довести. Отлично, суперски. Ох, так, ну, на самом деле, нам уже задали кучу-кучу-кучу вопросиков тебе. Я думаю, что мы постепенно начнем их задавать. Вот так вот быстро мы пробежались, на самом деле, ты так быстро все рассказал. Вот, что уж прям... И тем более я сейчас, если честно, да, втыкаю на кораблики. Вот единственное у меня уточнение по поводу... Многие художники, кто-то рисует вообще там, миксует слои там налево-направо. А ты вот в этой работе разделил. Нет ли соблазна постоянно, когда ты, например, на слое с корабликами, там что-то заметил там на горе, а что-то подрисовать на горе, а переключаться лень и так далее. В итоге заходишь на другой слое и так далее. Ну, обычно не то, чтобы соблазн. Обычно ты случайно начинаешь, когда у тебя, так скажем, в процессе рисования иногда так мозг немножко расслабляется, и глаз, и ты начинаешь иногда вот так думаешь, опа, поправишь, что ты думаешь, блин, я же это же другую, не тот слой. Ну, вот лично мне не хватает концентрации всегда за этим следить. Ну, то есть соблазна нет, но ошибки бывают. Ну, тут два варианта. Либо ты это просто вырезаешь осторожно, переносишь на тот слой, который надо, либо ты просто иногда, ближе к концу, ты уже просто плюешь и просто уже рисуешь на одном. Ну, в принципе, нормально, если ты уже понял, что окей, уже вот та композиция, которая здесь, она тебе нравится, если, допустим, фидбэк от твоего арт-директора, там, скажем, он говорит, окей, так и оставляем, нормально, допиливай, то, в принципе, уже можно, ну, я считаю, что можно уже рисовать уже, ну, на одном слое, в крайнем случае, ну, поправишь, если уж что-то случится. Кстати, а требовательные арт-директора вот в Баннерсаге? Ну, начнем с того, что Баннерсага, ну, сделано крайне-крайне-крайне малым количеством людей, у нас всего два художника, это включая арт-директора. То есть, да, всю игру... То есть ты и арт-директор. Да, у нас всего два человека сделали. Обалдеть. Да. Ну, я бы... У вас, человек, сделали известную игру. Круто. Ну, да. Если бы это было совсем инди, я бы там вопросов не задавал, но все-таки это известная игра. Ну, это все-таки инди, я думаю. Хоть и известная, но это инди. Все-таки по бюджету. Просто инди, которая стала довольно известной. Ну, в общем-то, так можно сказать. Просто надо делать хорошие игры. Ну, да, да, простите. Нет, я имею в виду, что это инди, которые сделали классную игру, поэтому всем понравились, стали известным. И я вот к этому веду, если что. Если вдруг кто-то не понял, почему это было. Ну, я к тому, что я тоже удивился, когда узнал, потому что первую часть сделал вообще один человек. Правда, если сравнивать со второй частью, где нас было в два раза больше художников, вторую часть мы сделали быстрее. Ну, и, скажем так, она более, ну, более насыщена артом, потому что во второй части каждая битва, ну, каждая локация, допустим, со сражением, она уникальная. В то время как во второй части, в первой части был некоторый, ну, генератор, такие обычные сражения, иногда просто одна и та же просто, ну, попадалась, либо, ну, в общем, вторая часть более разнообразная, более сложная и более шустро сделана. Я надеюсь, если в третьей части все будет хорошо, то она будет еще круче, и я уже, я уже выложусь на полную, потому что, ну, как бы, уже немножко научился. А на третий баннер сага будет работать три художника? Нет, не три. А, ну, может быть, может, да, может, и... Ну, ну, это было бы логично. На первой один художник, на второй двое, на третьей прибавится команда. Ну, может быть, да. Я удивлена, что нет вопросов, как попасть к вам, как попасть к вам. Ты, конечно, рассказал, но... Ну, точнее, такие вопросы, конечно, наверное, думаю, позже, видимо, будут, я не знаю. Ну, такие вопросы, в принципе, сложно задавать, потому что студия маленькая, и если говорить про крупные студии, любые, не знаю, будь это Wargaming, или будь это Blizzard, или будь это, я не знаю, Riot Games, у них постоянно течка кадров, и у них постоянно требуются люди, да. А вот любая маленькая студия, ну, у ней всегда с кадрами все более, так скажем, консервативно, подберу такое слово, и они редко набирают себе людей, потому что, как правило, ну, не правило, часто так бывает, что если уходит художник, или уходит главный программист, а программист всего два, то это может чуть ли не, ну, не говорить не о развале студии, тогда уже о каком-то наборе сложно говорить. Если я не ошибаюсь, там же Super Gen Games, которая делала вот эти знаменитые тайтлы, как Transistor, Bastion, сейчас она делает P.E.U.R. У них, по-моему, на сайте написано, что мы не ищем никого к себе. Можете нам, пожалуйста, не писать, и сколько уже лет они существуют, и так, по-моему, у них состав толком и не менялся. Но, в любом случае, как попасть в Стоик, это не ко мне вопрос. Стоик мне сразу вспомнил, соответственно, мультик «Как приручить дракона», поэтому это святое. Да, шикарный мульт. Ну, да, и тоже на эту скандинавскую тему, да. Ну, вообще у нас... Кстати говоря... Говори, говори. Продолжай, 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 не буду тебя перебивать. Ну, это я, собственно, уже немножко в другую тему. Я хотел сказать, что коллектив с той вообще небольшой крайне, а, собственно, есть программист главный, есть второй программист, так сказать, который появился уже тоже ближе ко второй части, есть арт-директор, он же главный художник, есть сценарист и, в принципе, ну, в принципе, вот это основной костяк. То есть, основной костяк игры, компании, это, ну, можно сказать, пять человек, включая меня. Вот. И есть, ну, допустим, анимацию помогала делать сторонняя компания, то есть, мы все арестовали, они помогали анимировать. Ну, в принципе, также работает большинство студий, больших и маленьких современных. То есть, к основному составу всегда, ну, подключается какой-то небольшой процент, либо даже большой процент фрилансеров, которые всегда участвуют в проекте, ну, которые участвуют в проекте, но не числятся как в основном составе. Поэтому мы всегда, наверное, ну, все мы можем поучаствовать в каком-то крутом проекте, в принципе, не являясь частью команды основной. Вот. Я хотел к этому сказать. По-моему, вот, не так давно в одном разговоре вспоминалась крутая такая инди-игра Firewatch, да, по-моему. Ну, вы знаете, да, ее? Да, да, да. Да, и как приводили пример, что у ней общая, так сказать, студия, которая... Сейчас я выключу это пищание. Общая, так сказать, команда, которая делала, тоже крайне небольшая. По-моему, то ли 10, то ли 12 человек. Но потом выяснилось чуть позже, что они использовали большое количество фрилансеров. Ну, вот так. Поэтому не обязательно, наверное, попадать в стоик или попадать куда-нибудь. вы можете, наверное, одновременно участвовать сразу в нескольких крутых проектах и можете сказать, что в резюме написать и на Autodox, и Blizzard в один год. Ну вот, я все. Хорошо. Да, и мы просто научены горьким опытом. Мне кажется, мы каждый стрим, конечно, это говорим про то, что мы ждем, когда человек закончит и скажет наше какое-нибудь кодовое слово. Кодовое слово как? Попасть куда-то или как? Нет, что ты закончил речь. То есть некоторые художники, бывает, они вроде останавливаются, возможно, задумываются над каким-то моментом в рисовании, потому что многим художникам тяжело и стримить, и отвечать на вопросы одновременно, то есть не все к этому привыкшие. Вот, когда они останавливаются, ты начинаешь вроде как задавать следующий вопрос, они такие хоп, и возвращаются к теме, и ты такой, черт возьми, черт возьми, я чуть не перебила его, я чуть не перебила его. Ну, давайте придумаем прямо сейчас кодовое слово. Заячья капуста. Ну, или просто капуста. Капуста. Заячья капуста, да. Как раз у нас спрашивали про деньги, поэтому финальным словом этого стрима будет капуста. То есть как ты говоришь, так, ребят, здесь мы рендерим так, здесь такой читинг, капуста. Все, все, решили. Отлично. Шикарно. На тему капуста мы тебя спросим чуть-чуть попозже. На самом деле, хотел спросить, у тебя достаточно красочный стиль, очень ярко все, действительно, ну, так, немножко мультяшно в каком-то смысле. Что тебя в основном вдохновило для создания твоего вот этого стиля красивого, прекрасного? Пару слов об этом. Так, ну, как-то он, знаете, сам выработался. Возможно, если глубоко копать, ну, если, так сказать, неглубоко копать, наверное, просто он не нравился. Плюс ко всему, или, так сказать, контент, которым ты вдохновлялся, который ты брал за пример. Ну, я, допустим, в детстве всегда очень любил игры Blizzard. Я любил, допустим, игры от Ubisoft, например, Prince Percy. Особенно вот этот такой 2008 года, который, по-моему, никому кроме меня не понравился. Сказочный. И, в принципе, когда я начал рисовать, я любил аниме раньше. Сейчас уже как-то не смотрю, но вот. И когда я начал рисовать, собственно, видимо, у меня, как, ну, так сказать, пример того, что хорошо, это были довольно-таки красочные, детализированные, сложные работы. И, в принципе, я начал рисовать так же. Если можно еще глубже копнуть, можно сказать, что, не знаю, я пытался как-то убежать от серых будней, от серого мира вокруг, и пытался придумать свой собственный мир, более яркий, более сказочный. Можно также придумать, что, в принципе, это, ну, востребовано в игровой индустрии. Такой стиль. Ну, возможно, он более востребован, чем, ну, кроме раньше был, когда я только начинал рисовать. Сейчас-то уже, конечно, всем нужны фотобашинка и все такое, и такое, и прочее, прочее. Вот. Ну, в принципе, у меня, ну, мне нравится. И у меня это получается. Поэтому, какой-то кулстори нет. Скорее, просто так сложилось. И, наверное, у всех художников это складывается, скорее, с тем, просто, что у них изначально за примером было, да, если ты там какой-то человек, который ты любишь, не знаю, там, дарк сейтинг, игры типа Dark Souls, ну, или там Bloodborne. Ну, это, я говорю, современные игры, конечно, ну, скажем, более старые. Ну, фигурально говоря, ты какой-нибудь верехин, да, то у тебя, возможно, складывается более, более такой, ну, свой стиль, и в итоге этот стиль становится твоим лицом. Как говорят, что изначально ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. И, допустим, когда нужна работа, что нарисовать что-то мрачное, то зовут, допустим, тебя. Вот, у меня сложился, видимо, такой, такой вот стиль, и когда, собственно, меня звали куда-то на какой-то проект, то все говорили, вот, мы видели вот эту работу, такую яркую, красочную, нарисуй такое же. Ну, это логично, потому что человек, которому нужно рисовать что-то черно-белое, меня не позовет, он позовет человека, который рисует что-то черно-белое, ну, фигурально выражаясь. Вот, ну, и, наверное, так вот и сложилось, и пока что не сложилось причин, почему я должен рисовать в другом стиле. Капуста. Шикарно. Ладно, на сей раз без доната тебя просили просто как топ-стримера показать сердечко руками в камеру. Я не уверен, что я знаю, как это делать, но вот так, наверное. Главное, чтобы жопа не получилась. Шикарно. Вообще, просто прекрасно. Это очень мило. Вот, да, ну, блин, тебе нужно, на самом деле, как мы упоминали уже стримеров, тебе надо за донат показывать сердечки, там, поцелуйчики какие-нибудь такой фигню делать. Ну, это, это возможно, вот, сначала ты показываешь сердечки, потом показываешь что-то другое, и в итоге ты просто продаешься, и, не знаю. Слушай, чувак, один миллион рублей в месяц, а? Подумай. Ну, я думаю, на одну кариночку с одним миллионом рублей приходится еще 350 кариночек с 250 рублями в месяц. Существует тысячу ты хотел сказать. Ну, или сотен, не знаю, кариночек. вы думаете, ну, да, да, поэтому, давайте так сказать, повторять чужой успех, это, это неэффективно, нужно как-то это свой придумать стиль. Что-то другое показывать. Капуста. Прекрасно. Да, я просто такой немножко организационный момент. Ребята, есть, возможно, такие, кто пришел к нам в первый раз или просто забыли. Вопросы мы задаем по специальной ссылочке, всю информацию можно найти под видео в разделе информация и также факт. Вот, там указаны все ссылочки, поэтому задавайте вопросы, не стесняйтесь. Игорь классно на них отвечает. Очень активно, так что, я думаю, мы на многие вопросы успеем сегодня ответить. А я вставлю, как всегда, пак новостей. Собственно, ну, ни для кого уже не секрет, что уже ровно через неделю состоится третий московский CG Space, на который мы по-прежнему ждем всех людей, кто не успел купить билеты. В общем, те, кто уже купили билеты, молодцы, а те, кто еще и прозорливый и следят за разными интересными арт-пабликами, могли купить билеты дешевле, потому что в нескольких пабликах действуют промо-акции, собственно, с промо-кодами и можно купить билеты чуть-чуть дешевле. Собственно, все знают, что на CG Space у нас будет четыре крутона. Это Андрей Рябовичев, Марат Арс, Иван Смирнов и Григорий Лебедько с крутыми темами. Собираемся мы в ЦДХ, в главном зале. Там просто офигенный зал. Так что всех ждем к 11 утра в субботу. Не забудьте ваши билеты. Если не распечатать, то хотя бы подготовить телефон, чтобы показать их с телефона на входе. И расписание мы сегодня опубликовали. Если интересно, можете зайти в паблик и посмотреть. Вот так вот. Капуста. Капуста. Хорошо. Ладно. Перейдем к вопросам. Вот здесь спрашивают вопрос про велики. Я не знаю, то ли они о тебе что-то знают, чего не знаем мы, но давай позадаем тебе вопросы про здоровый образ жизни и как вообще. Ты же работаешь, так понимаю, из дома в основном. Ну, как сказать, в основном. Ну, да. Практически стопроцентно из дома. Вдруг ты выходишь погулять в парках, в парке, я не знаю, на тебе нахуй на докладение. Ну, тогда поделись, пожалуйста, не то что своим расписанием таким, но очень многие ребята спрашивают, а как же там здоровье? Ходите ли вы там вот в качалку, да, или как это, фитнесом занимаетесь ли вы? Да. Я просто далека от этой системы. Фитнес меня не слышал. Вот, это я, это моя. Ну, наверное, и я тоже довольно далек от всей этой темы. Да, в основном я работаю из дома. У меня есть, допустим, ноутбук и второй планшет маленький, который, в принципе, можно положить было в рюкзак. по моему ощущению, то не из дома работать не получается, про как-то в аэропорту рисовать и все такое. Насчет качалок, мычалок и каких-то там подобных вещей, я как-то ходил, потом бросал, потом снова ходил, потом снова, снова записывался. к сожалению, как-то мотивации не хватало или, может быть, просто компании. В детстве, в школе я как-то не был таким этим спортсменом. Ну, мягко говоря, не был. У меня было одно время единственная четверка в табеле, это четверка по физкультуре. Потом я как-то тяжелыми испытаниями это исправлял, а потом я даже 6 лет занимался спортом уже так более серьезно, играл в баскетбольной команде школьной. Ну, а сейчас, в принципе, да, у меня есть велосипеды, два штуки, и, в принципе, я вот эту тему полюбил. Правда, по-моему, мне больше нравится их собирать, разбирать и как-то переделать, чем на них кататься. Ну, это такая игра в лего. Но, в принципе, я стараюсь, если есть возможность куда-то поехать, то я стараюсь на них ездить. Вот. Ну, в принципе, я очень люблю, ну, не то, что именно все любят, но я стараюсь это по возможности делать, куда-нибудь ездить, что-нибудь смотреть. И, если получается за границей, если не получается куда-нибудь недалеко. Вот. Поэтому, я думаю, здоровый образ жизни это не сколько качалка, сколько просто твой распоряд огня. Ты должен, наверное, ложиться примерно на то же время, вставать примерно на то же самое время. я пытался и по ночам работать, так сказать, более плавающий график. Но, честно говоря, в итоге получается фигня. В итоге ты сбиваешься, ты впадаешь в какую-то такую легкую депрессию. Поэтому, в общем-то, я стараюсь все-таки ложиться и вставать как минимум в одно время. Не обязательно рано или поздно, но в одно время. Вот. Капуста такая маленькая. Маленькая капуста? Отлично. Ох. Так. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Я сейчас загляну в нашу волшебную табличку. Ох-ох-ох-ох-ох. Так. Ну, ладно. Возможно ли... Человек с ником JavaDAV, если я правильно прочитал, спрашивается, возможно ли сочетать CG и полноценную личную жизнь? Есть ли у тебя жестокое разделение дом-работы? И как побороть трудоголизм, когда у тебя самая лучшая работа в мире? Ой. Так, ну, совмещать личную жизнь и CG, ну, конечно же, возможно. В принципе, все взрослые, по-моему, успешные CG-художники довольно свободно заводят и семьи, и детей. У меня детей нету, вроде бы, но с личной жизнью вот сидит с косичками и личной жизнью и, в принципе, вроде как все пока нормально. Вот. А насчет трудоголизма, ну, вот, кстати, это, кстати, наверное, хороший вопрос в некотором роде, потому что, когда у тебя хорош, в некотором роде может быть даже грустно, но когда я только начинал рисовать и начинал работать, как-то мотивации и огня в моих глазах и просто, ну, рост моего, так сказать, скилла, он был более существенный, чем сейчас. И мне кажется, это довольно сложно. И я вот уважаю людей, которые даже получившие очень-очень крутую работу, у меня есть такие знакомые, они все равно не останавливаются и все равно они хотят еще больше, 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 лучше рисовать, куда-то там стремиться, потому что я даже себе замечаю, что, допустим, окей, мне нравится моя нынешняя работа, мне нравится, в принципе, что я делаю, и как-то я уже и не так расту, как раньше, как-то тут же начинаешь себя там фигурально бить по щекам и, блин, надо стараться, надо что-то как-то новое попробовать, как-то лучше рисовать. Хотя, конечно, все равно, я думаю, даже если ты как-то не сильно себя учишь, но, имея практику, с практикой работаешь, ты все равно будешь постепенно улучшать себя. Не знаю, ответил ли я на вопрос, но, я думаю, никаких проблем с личной жизнью и CG нет абсолютно. Просто, я думаю, это немножко другая причина, что многие художники сами по себе являются довольно интровертными, ну, и, может быть, не слишком социальными людьми, ну, просто по причине, так сказать, что вот они такие, да еще, если ты живешь в каком-то небольшом городе, и этот город там, ну, понятно, если ты живешь в Лос-Анджелесе, вокруг тебя всегда будет куча крутых художников, то если ты, не знаю, живешь в небольшом городе, то тебе зачастую просто сложно найти круг общения, но, опять-таки, я просто свой имя подговорил, найти себе круг общения, найти себе друзей, найти людей, с которыми ты, там, сможешь общаться на тему, которую они понимают, и поэтому ты сидишь дома, общаешься через интернет, и вроде бы в какой-то момент тебе кажется, блин, никакой личной жизни мне не получится, ну, в итоге, я думаю, всегда у всех получается, капуста. Окейшки, мы с тобой будем, как, знаешь, как два шпиона переговариваться, ты будешь так, капуста, я окейшки, это просто как дятел-дятел, я ромашка тепло. Так, собственно, распространенный вопрос, Игорь, Игорь спрашивает, любимые художники, кем вдохновлялся, когда он начал рисовать? Ой. Так, художников много, многие как-то перестали быть активно любимыми, некоторые стали еще более любимыми, ну, я думаю, довольно-таки известные люди, допустим, не знаю, Джейми Джонс, и там, Крейг Маллинс, и там, Стэнли Лау, который от Арт Герм, есть менее, так сказать, на слуху художники, допустим, вот, если говорить про корабли, то мне всегда нравились работы художника под ником Рада Джавор, он словакско-британский какой-то, ну, чувак. Правда, сейчас мне кажется, что он немножко, вот, как раз-таки из тех чуваков, которые лучше не стал рисовать за лет пять, и, по-моему, даже чуть ли не хуже. Ну, не знаю, не мое дело, конечно, собственно, уже его работы за пример не беру. А в остальном, если говорить про русских художников, то, ну, естественно, такие известные личности, легендарные личности, как Анри, как, не знаю, если современных медийных, то можно, допустим, того же Верехина вспомнить, по крайней мере, пару его гампродов я покупал, или, не знаю, леший, который, олегших овцов, и... Кстати, он тебе привет передавал из чата, и сказал, обязательно сказать в эфире тебе привет. О, ну, значит, ему тоже привет. Ну, там, Степан, сами знаете какой, и еще куча людей. Да, блин! Слушай, как Волдемор, ты сказал, Степан, сами знаете какой, Алексей. Просто, вот нельзя называть. Ну, блин, я просто боюсь иногда, вот, перечитать любимый художник, потому что боюсь ошибиться с именами. Как-то вот так нагла знаешь, а имена иногда забываешь. Вот, но, я думаю, что очень важно иметь какого-то любимого художника, когда ты только учишься рисовать, и, ну, навсегда полезно иметь, но и так тоже нужно, потому что он будет для тебя примером, и примером тому, к чему нужно стремиться, потому что если ты будешь сравнивать себя своей работой с человеком, который действительно там уже многого добился, и действительно круто что-то делает, то, естественно, тебе будет проще просто знать, правильно ли ты движешься. Если ты там приближаешься к этому уровню, значит, все правильно. Естественно, копировать ни в коем случае нагло не стоит, но вот просто понять, как он так делает, и, собственно, дойти до такого же уровня, перенять, возможно, какие-то его примеры, это полезно, круто, и, в принципе, так и стоит, мне кажется, двигаться. Мне вспомнилась фраза из романа такого легендарного писателя, итальянского Амберто Эка, итальянского, не испанского, вот, сейчас я боюсь, сейчас я затоплю, ну, там у него в книге, это был еще чуть ли не 14 век, зашел диалог про искусство, и один из говорит, что вот мы просто какие-то карлики на фоне великих художников прошлого, а другой говорит, что да, мы карлики, но мы стоим на плечах у вот этих великанов прошлого, ну, и, собственно, так, наверное, индустрия и развивается, у нас есть какие-то вот примеры, великие люди, и наша задача вот стать такими же, как они великими, но еще немножко чуть выше, а следующее поколение художников, они станут как мы, только еще чуть выше, и вот так в итоге вся индустрия растет вверх, 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 до бесконечности, ну, и, собственно, да, найдите себе несколько любимых художников, и старайтесь стать, вот, как они, но чуть-чуть лучше, ну, или сильно лучше, если у вас получится, и это будет яркие, ну, яркая ваша, так сказать, лестница, капуста. Ты так красиво сейчас сказал, да, во-первых, он итальянский художник, хотел сказать, все уже, я не знаю, философ, писатель, он много чем занимался, прекрасные слова. Так, Алис, твоя очередь задавать вопрос. Да. Ну, все-таки, да, можешь еще раз повторить на тему времени, то есть, сколько времени тратится на один коммерческий арт, сколько времени выделяется от твоего арт-директора на создание арта и инвайромента, как вообще по плану немножко. Ну, это немного сложный вопрос, потому что четких таких дедлайнов нет, они зависят от сложности рисунка, ну, работы, по-разному это бывает, но как только я начал работать в стоек, ну, тут надо сразу делать поправку, что у меня просто чудесный, дай ему бог здоровья, арт-директор, и меня абсолютно не гнали первое время, потому что я учился просто рисовать в таком стиле, это стиль, собственно, ну, скажем, можно назвать стиль Эйвинда Ирла, это, собственно, иллюстратор, с которого вдохновлялась общая стилистика The Banner Saga, и когда я постоянно извинялся, говорил, мол, блин, я так медленно рисую, мне уходило чуть ли не, там, не полторы недели на один рисунок, ну, на одну локацию, он говорит, окей, это нормально, потому что сейчас, на данном этапе, для тебя важно не делать быстро, а делать правильно, как только ты научишься делать правильно, со временем и научишься делать то же самое и достаточно быстро, но при этом, чтобы оно оставалось правильно. И, в принципе, если говорить про The Banner Saga, то по-разному, на некоторые, некоторые работы делали за 3-2 дня, некоторые уходили почти неделю, в зависимости от, ну, сложностей, и, допустим, каких-то других моментов, вроде, вроде, скажем, это по сюжету не подходит, надо переделать. Вот так. Капуста. Окей, так, ну и следующий вопрос, сейчас посмотрим, выберу вопросов, просто целая тьма. хорошее ордир, Хороший ордир. Какие карьерные у тебя планы, цели на ближайшие пару лет? Ой, ну это такое очень, наверное, так понимаю, вы его всем задаете, я не знаю, что все, все отвечают, но... Это не мы, это не мы задаем, это задают наши зрители. А, ну я зрителям это и говорю. Сложно сказать, но каких-то глобальных целей, по крайней мере, у меня сейчас нету. Я, если говорить про локации, то я, собственно, родился и вырос в Казахстане, сейчас я вот так временно переехал в Россию, так сказать, гащум. Ну и, наверное, хотелось бы уже где-то немножко так остановиться и уже, ну, скажем так, более стабильно на одном месте быть. Вот такие планы. Возможно, какой-то переезд. Возможно. А насчет именно профессионального роста, ну, наверное, в данном случае я пока, пока меня держат в стойке, пока мы делаем такие же крутые проекты, какие мы делали все это время, то я уходить, по крайней мере, сам не хочу. Но, так сказать, свой скил, свою руку я планирую набивать, планирую совершенствовать. Ну, я, ну, по крайней мере, хочу стать одним из самых лучших иллюстраторов в мире. Ну, наверное, так все должны рассуждать. не знаю, получится ли мне это в ближайшие, там, пять лет, но путь такой. Капуста. Теперь просто надо молчать, пока он не скажет волшебное слово. Ну, я надеюсь, это упростило и не усложнило наш диалог. Я думаю, что даже упростило. Слушай, у тебя все-таки такой стиль, ну, как бы стилизация идет, а фоторил или что-нибудь подобное ты пробовал? Ну, ой, это фоторил, это что, это используя фотографии? не, не фото башенка, а имеется в виду фотореалистичные картинки делать, то есть, вот один в один совсем. Ну, скажем так, наверное, я к этому иду, да, то есть, сохраняя, так сказать, яркость картинки, я мечтаю делать рисунок более-более реалистичным, более-более правильным, но именно так вот, фоторил, чтобы именно задачу, так сказать, поставить, ну, такого еще не было, чтобы вот. Хорошо, тогда уточню, а фото башенка как раз? А, фото башенк пробовал, да, получается, честно говоря, так себе, наверное, потому что фоторил я тоже не освоил, то есть, я скрепливал что-то из фотографий, но у меня не получалось потом кистью что-то подрисовывать, что-то поправлять, чтобы это не было заметно. Ну, думаю, это просто я еще немножко не дорос. Ну, и как-то честно говоря, мне это, ну, не очень пока нравится, интересно, ну, вот и все. Поэтому пока просто неинтересно пока. Окейшки. Мне, кстати, интересно, ты вот тоже сразу начал делать в свете, а делали это когда-нибудь покраску по ЧБ, например. Да, да, конечно, было такое и не раз. Это скорее я так пытался делать персонажей, то есть, ну, Characters я рисовал в ЧБ, в ЧБ как-то проще, мне казалось, делать дизайн, делать, скажем так, объем, делать свет, чтобы, ну, так сказать, было проще следить за тем, чтобы он был правильно объемным, а не, так сказать, рандомно, а потом я пытался его красить. Ну, честно говоря, получалось, ну, хуже, чем, вот, рисовать сразу в цвете. Ну, это очевидно, но у меня это было прям, прям, я понимал, что конкретно импакта в моем, ну, моими руками не получается, поэтому я ставил цветей и рисую в цвете. Думаю, даже получается, ну, у меня получается так лучше. Капуста. Хорошо. Я просто сейчас смотрю на картинку, если честно, я пытаюсь ловить, как ты прорабатываешь, то есть ты достаточно быстро перепрыгиваешь с одного элемента на другой, там ты лодочку сделал, там ты снова вернулся к волнам, там и так далее, и при этом у тебя достаточно хорошо организованы слои, можешь вообще пару слов сказать о своем пайплайне. Ты рассказал по словам, как ты уже разложил картинку, а сейчас комментарий о том, что ты делаешь, о чем ты думаешь во время проработки на данный момент, вот, и что будет далее. Хорошо. Ну, сразу говорю, это будет, наверное, скучная и неинтересная часть моего рассказа, но я попробую. Так, я уберу, так сказать, раздел с кораблями, я, видите, здесь я уже начал чуть ли не по верху рисовать, это нижний, так сказать, нижний блок, я уже в один слой скоро сейчас начну рисовать, задний фон у меня пока задний фон, обычно, ну, необычно, в данном случае я вот взял, так сказать, вот такой вот кусок, накидал жестко задней локации, и сверху, 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 через маску начинаю это все раскрашивать, просто, ну, тупо создаю новый слой, создать клипинг маск и начинаю красить. Опять-таки, говорю, рано или поздно все это в один слой и сольется, но пока что это, ну, это удобнее, чтобы, если у тебя было возможно, что-то подвинуть. Опять-таки, это немного просто, так скажем, привычка именно с рабочим моего процесса, потому что, для примера, там, не знаю, сейчас я, может, немножко сделаю такой, как бы, так сказать, инсайт, например, я делал маркетинг арт, для примера, ну, вот, а нет, это я не буду показывать, хотя он и показывается, ну, допустим, вот эти вот, ну, это вот просто для себя рисовал, это рисовалось, в принципе, вот, на одном слое был персонаж, на другом были елки, и все, то есть, всего в два слоя, то есть, не обязательно много слоев, у меня так было, а вот этот рисунок, который рисовал для, для конкурса, также, в принципе, было несколько слоев, но в итоге все в одно сложилось, и, в принципе, так сказать, мне это не понадобилось, а именно для работы, когда ты что-то делаешь, ну, то есть, в баннер саги локация минимум состоит из семи слоев, и все это режется, засовывается в движок, и когда мы, вы играете, видите, допустим, как караван движется по локации, по миру, на самом деле, все это мало того, что стоит из минимум там семи, восьми, десяти слоев, так еще и, это все и порезано по, так сказать, по горизонтально, на много-много-много кусочков, и это все подгружается постепенно, естественно, просто необходимо так рисовать, а для, для такого просто маркетинг карты, ну, это, это не так, не так важно, ну, по крайней мере, в моем случае, так, сейчас я еще, может быть, что-то покажу, ну, или, а вот, сейчас здесь покажу, так, главное сейчас порно не открыть, это прекрасно просто, главное сейчас порно не открыть, если бы ты не сказал, то даже, если бы ты открыл порно, никто бы этого не заметил, это рефы, для понимания всех людей, которые рисуют, знаешь, чувак рисует на одном мониторе, и полуха слушает стрим, и даже не смотрит, что происходит, а потом, хопа, да, и все такое, порно, где порно, вот, так что, не привлекая внимания, ну, например, это пока еще, даже не анонсировано, вы чуть ли не первым ее увидите, это, допустим, промо-арт для The Banner Saga 2, допустим, один из, ну, допустим, он рисовался так же, получается, в четыре слоя, на заднем фоне, собственно, фон, потом, два персонажа, отдельно на каждом плане, и вот эти вот, вот веточки, что у нас залезли, то есть, я, в принципе, считаю, что, если ты рисуешь какую-то, какую-то композицию с персонажем, то пусть он будет на отдельном слое, если ты рисуешь именно environment, то, как правило, в моем случае, я считаю, что это уже по ситуации, он может быть и в 10 слоев, он может быть в один, поэтому, я это все веду к тому, что, никакого у меня, именно четкого, под пайплайна, вот рисования environment, нет, то, что я показал, мне нельзя было показывать, но, надеюсь, меня не уволят, ну, ладно, главное, что, я это не выложил, вот, и там будет много таких крутых промо-артов, поэтому, почему-то, купить, 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 тогда на ютубе, да, там будет как раз просто картинка, здесь было ваше порно, и все, не, ну, небольшой кусочек уже был выложен этого рисунка, такой обрезаный, ну, а полная версия еще пока нигде, ну, ладно, это не так важно, главное, привлечь к игре внимание, вот, слушай, ты просто говоришь обалденным голосом, который подходит серийному убийцу, еще раз, скажи какую-нибудь фразу вот этим голосом, пожалуйста, когда ты сказал, главное, привлечь к игре внимание, вот, сейчас можешь сказать начистою, пожалуйста, а что именно ты хочешь услышать от меня? Отлично, и главное, привлечь к игре внимание, пожалуйста, скажи этим голосом. Главное, привлечь к игре внимание, отлично, в Гамброуд, спасибо. Ой, окей, без проблем, если надо что-то озвучить за сходную плату, я обязательно вам помогу. Не, на самом деле, просто мы с Алисой оба безумные фанаты озвучки, то есть и мультиков, и фильмов, и так далее, игр, просто озвучки как явления, и поэтому любой, скажем так, голосовой какой-то, голосовая штучка, вот такая вот, она очень сильно вызывает внимание, привлекает внимание, поэтому это действительно забавно. Ну, так ладно, мы отвлеклись все-таки от рисования. Смотри, ты рассказала про Пайплайн, как ты будешь собственно работать над ним, вот когда у тебя картинка достигнет некоторой стадии, будешь ли использовать текстурные кисти, будешь ли использовать поверх какие-нибудь, ну, если не фоточки, то какие-нибудь свои фирменные приемчики, есть ли они у тебя таковые? Ну, вот я говорю, сейчас будет скучно. Нет, я фоточки и текстурчики как правило не использую. В некотором роде я считаю, что это такой вот, ну, не баг, это фича, в моем случае, хочу сделать рисунок максимально таким целостным, чтобы какие-то ее детали не выделялись. Если использовать текстуры, то в моем случае, если ты круто это не делаешь, реально круто, ну, это будет просто как-то выделяться, допустим, кусок с текстурами, кусок без, ну, и что-то в этом роде. Мне это просто, ну, не получается, либо я считаю, что это не очень нужно. Поэтому я вот именно в конце рисунка обычно только цвета как-то настраиваю, проправляю. Я покажу, как я это делаю ближе к концу стрима. Напомните мне вот именно такие небольшие там, не то, что хитрости просто, мои особенности, а именно про... Это интересно, да, напомним. А именно про текстуры... Нет, 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 не использую. Капуста. Это было слишком много нет, прям вообще. Хорошо, когда ты понял, Диэма спрашивает, когда ты понял, что у тебя есть свой стиль, собственно, в какой момент ты это осознал, и такой вопрос на будущее, думал ли ты там учить своих детей, например, рисование? Вот если у тебя на будущее совсем такой философский вопрос. Угу. Так. Ты начал про стиль, можешь сказать? Ой, да я не знаю просто, как на него ответить, чтобы это было интересно. Да не знаю, как у меня стиль сложился, и не знаю, как я его понял, просто просто так сложился. Помню, я уже отвечал на что-то подобное. А насчет детей, и вообще, ну, тут я могу уже более развернуто сказать, я часто, к сожалению, не то, чтобы слишком часто, но замечаю явления, когда родители начинают своих детей, как им кажется, учить чему-то, но зачастую это выглядит так, что люди пытаются, сделать так, чтобы дети реализовали себя в том, в чем у них самих не получилось. Ну, допустим, ты мечтал в детстве играть в теннис, а у тебя не сложилось, значит, мой сын пусть играет в теннис, станет великим теннисистом. Ну, по-моему, вот у Сирены и, так как я второй звали, у сестеры Вильямс точно так же было, да, и их отец мечтал научиться играть в теннис не получилось, но он научил своих дочерей и получилось суперкруто. А иногда, ну, зачастую получается гораздо хуже, когда, не знаю, сын мечтает стать, не знаю, скромным программистом, а его отец пытается из него сделать спортсмена, либо наоборот. Поэтому в моем случае я считаю, что предрасположенность к искусству, оно не обязано передаваться через кровь и не обязано передаваться даже через культуру, в которой ты кручишься. Это довольно сложная химия, не знаю, как она вырабатывается. Поэтому в моем случае с детьми я обязательно постараюсь им привлечь любовь к искусству, по крайней мере, не знаю, к хорошему кинематографу, ну, в моем понимании кинематографу, я постараюсь обязательно свозить их в какой-нибудь хороший музей, в какой-нибудь хороший красивый город, не знаю, типа Флоренции или Барселоны. И если их это заинтересует, то я их поддержу. А если, собственно, они захотят заниматься чем-то другим, даже то, что мне не нравится, то, ну, мои дети, они все-таки не моя собственность, и я постараюсь поддержать, чем бы они не занимались. Ну, не станут художниками, ну, значит, иначе все. Вот. Поэтому все будет зависеть от того, что им будет нравиться. Потому что, если говорить про мою семью, то мой отец там в детстве пытался дать мне там, не знаю, чтобы я там занимался каким-то спортом, каким-то единоборствами, потом еще чем-то, потом говорит, что вот научись играть на гитаре, будешь в душной компании, ну, что-то такое. Мне это всегда было абсолютно неинтересно, и если говорить про интересы у его отца, ну, как-то, не то, что совершенно, но в целом, допустим, разные интересы. Поэтому, вполне возможно, так же будет и с моими детьми. Вот. Так что, надеюсь, ответил. Да. Скажи, пожалуйста, вот тебе приветы от двачей, и очень просят просить тебя про двач, поскольку ты начинал, написано здесь, ты же начинал с двачей, вот поделись, пожалуйста, этой историей, потому что меня ребята, например, лично очень заинтриговали и требуют внимания твоего. Поделись, пожалуйста, этой историей. Да, рассказывать особенно нечего, ну, двачи, так называемая имиджборда, это все началось, если не ошибаюсь, японских форумов, потом есть крупные американские такие форумы. Особенность в том, что это анонимные форумы с какой-то такой небольшой субкультурой, я как-то на них попал случайно и заметил, что, несмотря на то, что 90% там крайне, крайне глупые люди, скажем так, не то, чтобы крайне, ну, скажем, немножко неполезной критикой дают, то 10% дают очень хорошую критику, и так сложилось, что у меня, ну, в тот момент жизни, я только начинал сейчас рисовать, мне сильно не хватало человека, который бы именно тебя, да, 4chan, американский, который бы тебя хорошенько отругал, и сказал бы, что твои рисунки говно, и желательно объяснил бы, чем именно говно, потому что тому времени, когда я уже начал рисовать плюс-минус, так, я начал уже рисовать гораздо лучше моих знакомых, каких-то крутых денег попросить фидбэка нельзя было, там, не знаю, преподаватели в вузах сами в CJ не занимались, вот, поэтому я вот там выкладывал свои рисунки, в принципе, там были довольно полезные, так сказать, люди, которые мне, в принципе, помогали, но потом, собственно, я уже все это забросил, и, в принципе, все форумы, на которых я сидел, это там, все рендер или еще какие-то, или поликаунт, такой крутой международный английский форум, я как-то с них ушел, ну, просто некогда было особенно читать, стараюсь уже как-то иначе информацию получать, ну, вот. Ну, а как ты сейчас получаешь больше критик, то есть, я понимаю, что, конечно, работа с арт-директором, но у тебя есть какие-то домашние, скажем так, проекты, или приходишь домой, ну, приходишь домой, хорошо сказал, да, ну, в ней рабочее время, наверное, для себя же какие-то есть работы, или, баннерсага, баннерсага, откуда критику получаешь, или вот арт-директор и тусовочка? Ну, критика, да, как бы сказать, сложный вопрос, да никак не получаю, к сожалению, или к счастью, потому что, думаю, на каком-то этапе самым главным критиком, в принципе, должен стоять ты сам, потому что вечно, ну, на каком-то раннем этапе, в принципе, довольно просто сказать, что тебе, что не так, а потом становится все уже более, ну, более сложно, и уже, так сказать, момент твоего рисования переходит из, так сказать, плоскости к какой-то концептуального значения, допустим, ты должен, не знаю, там, понять, что такое перспектива, или ты должен понять, что такое, не знаю, там, правильная светотень, или ты должен понять, что такое композиция, переходит уже на момент нюансов, а это уже довольно сложно, персонально, и ты уже должен, Ну, лучше стать, так сказать, своим собственным критиком. Ну, и, в принципе, я стараюсь стать, так сказать, главным критиком для себя. Ну, в принципе, я, когда смотрю на свои рисунки, ну, ни один из них меня, так сказать, полностью не устраивает. Я понимаю, что можно, 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 можно лучше. И нужно лучше. Вот. Но, в целом, если у вас так сложится, и у вас появятся друзья, именно такие хорошие друзья, знакомые, приятели, которые при этом тоже рисуют и круто рисуют, то держитесь за них, это будет, это всегда круто иметь, вот, чтобы, не отходя от кассы, они могли тебе давать какой-то фидбэк. Поднять свою оценку. Да. Либо наоборот. Это да. Не дать тебе зазвездиться, да, это такой синдром бывает, не знаю, зазнайки, наверное, можно так назвать. И это когда человек, как правило, на таком, на начальном этапе рисования, он вдруг, ему вдруг кажется, ну, и я через это проходил, и все, наверное, через это проходили, ему вдруг кажется, что он уже умеет рисовать. И в таком вот, и это опасный момент, потому что на нем можно застрять, и, в принципе, дальше уже перестать расти. Потому что ты уже начинаешь плохо воспринимать уже критику, и уже перестаешь искать как-то в себе изъяны, в своем, так сказать, в своем творчестве. Ты уже думаешь, что ты уже все принесешь. Ну, не все, ты уже знаешь. И это опасно. И вот друзья твои, они могут сыграть либо положительную, либо отрицательную роль. То есть они могут говорить, вау, какой ты классный, и тогда это будет консервировать твой нынешний уровень. А могут, если у тебя действительно крутые друзья, настоящие друзья, они скажут, чувак, ты прости, но это не круто. Это фигня какая-то. Давай переделывай, и больше, больше, так сказать, нам этого не показывай. Иначе мы там не возьмем тебя играть с нами, доту или что-нибудь такое. Вот. И это, ну, это вот важный момент. Ну, и, собственно, если говорить про 2C, то вот там были, ну, вот была хорошая критика. Я, извините, я сказал, там 90% не то, что глупые, а 90% людей, которые сами только начинали рисовать, но при этом, ну, собственно, имели свое мнение. И вот тоже на начальном этапе сложно фильтровать что-то действительно полезное, а что-то не очень нужно для тебя. потому что, ну, понятно, да, те, кто люди, которые чего-то сильно достигли, они зачастую, ну, будем откровенно заняты, и говорить тебе критику не будут. Зато в комментариях всегда там куча людей, которые, в принципе, тоже только начали рисовать, но зато они уже могут там что-то сказать, что, возможно, даже будет немножко, не знаю, там, вредно, допустим, пример, допустим, того, что некоторые, допустим, советуют тебе, не знаю, задрачивать, скажем, такое слово не очень красиво, задрачивать кубы, как на тех же двочах говорили, то есть учиться рисовать в, так сказать, в таких примитивах. С одной стороны, это очень правильно, с другой стороны, как правило, наверное, никто так толком не учился, в том плане, что это немножко скучно. Я считаю, что ты должен учиться немножко в процессе, то есть ты должен найти что-то, что тебе очень нравится, и рисовать как можно больше. Если ты человек умный и адекватный, то ты будешь, в принципе, постоянно утыкаться в какие-то стены, в свой, так сказать, лимит, ну, то есть ты должен понять, блин, какая же у меня фиговая анатомия, или, блин, какая же у меня фиговая, там, не знаю, цвет. И постепенно ты вот решаешь эти проблемы, а вот уже когда ты понял, что у тебя цвет плохой, то ты открываешь книжки, и, блин, окей, есть такая вечная цветовая перспектива, или, ой, вот, там, не знаю, нужно, там, сочетание цветов, бла-бла-бла. И вот так ты уже куда-то движешься. А, ну, вот, именно самостоятельно скачать книгу какого-то Ли, либо Бамеса, и по ней научиться, мне кажется, так не получится. То есть, ну, в общем, я не знаю, по-моему, никто туда уже куда-то ушел. Если, так сказать, я заранее забегу, если кто спросит мой главный совет в рисовании, то как можно больше практики, осознанной практики. Практика – это 90-95% собственно, твоего будущего скилла. А именно теория, знания, информация, ну, это остальные, там, 5-10. Потому что, не знаю, и крутые художники, и не крутые художники, в принципе, смотрят один и тот же ArtStation, они, там, не знаю, себе на стену, там, репостят одних и тех же художников, но при этом имеют почему-то разный уровень. Ну, причина в том, что одни рисуют, а другие, там, собственно, лайкают. Лайка, да. Ну, тогда, вот ты как раз подвел к тому вопросу, ты говорил, что больше практики. И здесь как раз два таких вопроса, что как новичку посоветовали просто много рисовать, и человек не знает, что именно, собственно, спрашивает, с чего начать, что именно рисовать, рисовать там его с головы или срисовывать? Ну, то, что вам нравится. Я думаю, если ты просто много рисуешь, то, что тебе нравится, рано или поздно, ты сам себе найдешь ответ на этот вопрос. Я думаю, те, кто рисует, у них не возникает причины, что именно. Я просто как-то одно время пытался научиться рисовать на гитаре, и я тоже как-то думаю, а вот с чего начать? Ну, и, честно говоря, я ничему не научился, потому что, я думаю, те люди, которые реально хотят играть, они просто берут и играют. И вот так же... Ты сказал рисовать на гитаре, это было круто. Простите, простите. В общем, да, оговорочка по Фрейду. Я думаю, если ты хочешь стать художником, то ты будешь рисовать. Неважно, нужно это, не знаю, для индустрии полезно, не полезно. Ну, просто начните, если хочешь чего-то, главный с вами начинающим, начните. А рано или поздно у вас, ну, сложится понимание, что вам больше интересно, к чему вам стремиться. Ну, единственный момент, что, опять-таки, чем нужно заниматься, чтобы, допустим, работу быстрее найти, но на это я, наверное, вряд ли смогу ответить. Я думаю, все профессии нужны. Главное, чтобы вы были одним из лучших вот в этой сфере. Прекрасно. А тогда еще вдогонку такой вопрос, просто хочется сказать, пока мы не отошли далеко от темы, спрашивают насчет того, как восстановиться после очень долгого, не рисуя, из-за большое количество там обязательств, связанных с, не связанных с рисованием, я так понимаю. Очень странно написан вопрос. Я так понимаю, что вопрос, в общем-то, скорее всего, будет примерно тот же самый. Сиди, рисуй. Или как... То есть, ну, человек говорит, что вырубает после 20 минут рисования, да, 20 минут рисования, даже если переселить, выходит или кое-как, или ерунда. Вот, может быть, это тогда рисование не твое? Да, я думаю, ты все правильно сказала. Возможно, это не твое. Это нет ничего плохого, но, ну, возможно, это не твое. Люди, которые хотят, ну, опять-таки, это мое сугубо имха, люди, которые хотят творить, они всегда будут рисовать. В любых ситуациях, я не знаю, и писать так же они будут, ну, если они хотят стать писателями. Не знаю, Ремарк писал, там, делал, не знаю, первые черновики, там, своего первого романа, там, в окопах сидел, там, Первом мировой, под взрывами, и это было не так гламурно, как Battlefield 1, и он просто хотел этим заниматься. то есть там, и все, все люди, которые там, иногда сталкивают, многие художники сталкивались с реальными проблемами и в личной сфере, и профессиональной, ну, те, кто просто хотят этим, они, они в итоге выживают, а те, кто не хотят, ну, ну, все, значит, 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 возможно, не твое. Немножко, может, фаталистично прозвучало, но... Некоторые сейчас пойдут и будут плакать в темном углу, но я надеюсь, что вы справитесь, ребят, вы сможете. Ну, я просто себя вспоминаю, вот я в школе, ну, просто брал, и у меня все мои тетрадки, выявки какой-то фигней зарисованы, ну, просто мне это нравилось. Возможно, у некоторых как-то, они однажды проснулись, как-то ночью, ой, я хочу стать художником, возможно, есть такие случаи, но... Мне кажется, это больше исключение, чем правило, и нужно спрашивать исключение. В основном, ну, это просто предрасположенность какая-то, предрасположенность, не талант, я вот в слово талант не очень верю, предрасположенность, и тогда тебе, ну, просто будешь этим заниматься. И у меня такое бывает, часто хочется просто взять и все бросить, блин, и что-то не получать, что-то надоело, и ты там ложишься на диван, включаешь тень, вот смотришь полчаса, а потом думаешь, блин, сколько я бы за эти полчаса сделал бы полезного, и как-то все это проходит просто само по себе. Ну, ну, вот. Поэтому, как заставить себя рисовать, или как заставить себя становиться, это не знаю, как заставить тебя любить, не знаю, или как заставить себя жить. Ну, блин, хочешь любить, иначе будешь, если не любишь, ну, наверное, надо искать дальше. Вот так. Сегодня, точнее, в описании этого стрима будет нечто вроде Умберто Эко, философские разговоры. Кто не читал Умберто Эко, почитайте, или просто почитайте, не знаю, банально его интервью, там, не знаю, какой-нибудь газете, я как-то случайно наткнулся, и я там узнал гораздо большего, чем, не знаю, из лечебников истории, там, когда он там, его спросили, не знаю, там, а все ли, все ли политики идиоты, да, и он сказал, что, ну, вот, мне хочется верить, что не все, и он привел пример Рузвельта, который во время, ну, уже когда началась война с США с Японией, во время Второй мировой войны, он своих генералов заставлял читать роман, вот я, как он называется, ой, так, Юля, ты не помнишь, что я тебе рассказывал? Ладно, я вспомню, в том чате напишу, то ли Клинок и Роза, то ли еще что-то, где описывалась культура Японии и культура японской нации, и это сильно помогло, допустим, во время войны, потому что не во время, когда уже американские самолеты стали бомбить Японию, а город, что? Хризантема и меч, вот, вот эту книгу точно, забыл, Клинок и Роза, они полностью уничтожили американцы под основанием города Токио, но ни одна бомба не упала над город Киото, который является главной, и является до сих пор главной культурной, исторической и просто моральной столицей Японии, потому что американцы тогда понимали, что если они уничтожат этот город, то японцы никогда не сдадутся и никогда собственно эта война не окончится. И я стал понимать, ну, после этого я как-то стал гораздо глубже смотреть на культуру разных стран и именно то, как культура, искусство влияет на жизнь и как жизнь этих людей влияет на это, ну, собственно, их, на то, чем они занимаются. И, допустим, если говорить про Баннерсагу, то она основана на стиле великого художника американского, реально великого под названием и под именем Эйвент Ирл. Он стал знаменит после того, как он был арт-директором проекта Спящая красавица, это амминиционный фильм Диснея 1956 года, и перед тем, как, собственно, ему Дисней попросил, собственно, возглавить все это, он долго изучал фламандскую живопись, итальянскую, французскую, и он решил, понял, что вот просто так, вот смотря на картины, он ее не изучит. И он поехал, собственно, в Европу, и чтобы лучше все изучить, он выучил фламандский, французский и итальянский язык. Он выучил три языка, чтобы просто лучше понять живопись, собственно, тех мастеров тех времен. Это на что люди идут, чтобы повысить свой скилл. А также он, по-моему, ездил в Японию и также изучал японскую живопись. Поэтому, собственно, вот стиль Баннерсаги там часто прослеживается, да, и я сам стараюсь, собственно, чаще, так сказать, вспоминать мастеров орхидеи, и меча. Вот, я не знаю, я иногда не в ту эту ухожу. Нет, знаешь, на самом деле ты прекрасно так увел тему, скажем, к тому вопросу, который я хотела задать, я думаю, Леша меня просит, вот, потом задаться вопрос. Просто ты вот говоришь про великий художник, который там, знаешь, изучил языки, просто чтобы понять культуру народов, по которому, ну, говоря, будет потом дальше творить, сделать свои работы. Здесь такой есть вопрос насчет стереотипов о художниках, то есть, как ты относишься к такому стереотипу, Диема ЛК, наверное, я прошу прощения, если неправильно прочитала твой ник, говорит, что проводила опросы людей, и они ответили, что художник это всегда испачканный, заросший, бедный человек, у которого всегда бардак, и у него мало друзей. Вот, я думаю, мне очень, ну, как, интересно тоже, как ты относишься к этому стереотипу, какой у тебя бы был скорее стереотип, в плане, как ты представляешь, да, художника на стере, и все ли здесь правда, спрашивает человек. Ну, помнится, на каком-то стриме Олег Вдовенко Чобак сказал, что существует такой стереотип, что будто художник, это обязательно, цитирую, обмотанный шарфом пидор, и он мечтал, собственно, избавить людей от этого стереотипа. Да, действительно, существует такой стереотип, и я сам с чем-то подобным сталкивался, но тут есть, наверное, маленький момент, существует такая фраза, она немножко как бы надменная, что ли, либо наоборот, когда говорят, что, допустим, это не искусство, это ремесло, ну, как бы принизить, да, допустим, а чтобы возвысить что-то, именно там, песню или картину, что вот это не ремесло, это насыщение искусства. Ну, себя я, допустим, считаю не сколько художником, сколько, не знаю, ремесленником, иллюстратором. Я не делаю именно искусство с большой буквой И, которое будет людей вдохновлять, которое будет менять эпоху. То есть, я не Энди Уорхол, я, мне больше нравится себя сравнивать с каким-нибудь, не знаю, ну, по крайней мере, себе, что по сети, я себя сравниваю, не знаю, с каким-нибудь часовым мастером швейцарским, который, в принципе, какое-то там тоже делает что-то действительно крутое, но при этом это что-то профессиональное, либо я сравниваю себя просто с программистом, с инженером, с архитектором. Я работаю по графику, я делаю то, что мне заказывают, я стараюсь сделать это максимально хорошо и качественно. И, в принципе, я стараюсь сделать так же, как... То есть, я думаю, все каче... Любая профессия выглядит примерно одинаково, если ты делаешь это правильно и качественно. То есть, ты... Это одинаковая ответственность, это одинаковый, так сказать, подход. Одинаково ты должен быть достаточно умным, начитанным и желательно, ну, неглупым человеком, чтобы все это хорошо и делать и лучше, чем остальные. Поэтому, а если ты неглупый, если у тебя хорошая работа, если ты зарабатываешь, то, ну, сто процентов вокруг тебя будут какие-то люди. Ты определен сто процентов, да, там, ребенок, ну, не ребенок, там, есть люди, которые пытаются, там, скажем, кому-то примкнуть, чтобы завязать друзья, а некоторые, допустим, садятся в уголки и начинают, не знаю, собирать конструктор. И тут же вокруг них собираются, вокруг него вспоминаются люди и говорят, вау, что же ты там делаешь, покажи, покажи. Ну, и так же, собственно, с художником. То есть, наличие друзей, это никак, я думаю, не связано с художником ты или нет, это уже личное. Если ты действительно крут, профессионал, то у тебя будут обязательно и не то чтобы друзья, ну, коллеги точно будут, потому что ты будешь иметь работу. А если ты будешь иметь работу, то, в принципе, ты всегда будешь иметь какое-то общение. Ну, и так дальше. Вот. Ну, и есть, помню, такая поговорка, что хороший человек один не останется. Вот. Поэтому я считаю, что художник, вот перепачканный, это скорее не художники, это скорее люди, которые вот срач вокруг себя и свою вот эту небритую бороду, они как бы оправдывают этим. Вот я художник, поэтому у меня вот вот все вокруг через жопу. Ну, на самом деле, нет, все вокруг все через жопу, потому что ты ленивый, неаккуратный бездарь, скорее так, поэтому. Тобственно, если ты успешный художник, то ты легко можешь быть и в костюме от Бриони и тому подобное, просто это уже другой момент. Мне очень нравится. Шикарно. Мне кажется, да, это такой беспощадный стрим просто. Я вот советую людям потом уже, да, на час тридцать перематывать, ну, не на час тридцать, там час двадцать, получается, где-то будет прослушивать этот момент. Очень понравилась, да, ассоциация и с ремесленником тоже. Меня, допустим, иногда достаточно обижает, что люди считают, что художники, это почему там, грубо говоря, учиться, да, там не нужно много ума, чтобы научиться там, не знаю, калякать красочкой по холсту, утрированно говоря, и вот то, что ты говорил про, имя я не выговорю точно про три языка и так далее. Эйвент Ирл, да. Эйвент Ирл, да. Ну, все равно же не смогу говорить через пять. Ну, ничего страшного. Нам пишут то, что у нас бесплатные уроки истории и литературы сегодня, помимо рисования, обычного рисования. Это прекрасно. Я согласен. Так, хотел сказать к тому, что художники бывают разные, есть люди, которые прекрасно могут тебе цитировать, я не знаю, Юля, включи медицинер, пожалуйста. Толстовы и прочее. Вот, кстати, наверное, вопрос, который сейчас будет место задать. Потому что...